Привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас интересные покупочки в Валбереса зоны Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Покупочка в Валберес. И это очень классные, девчонки. Очень крутые брюки Палацова. Всего за тысячу, тысячу с копейками. Там они прям стоили. Девчонки скидывали в чате, в телеграм. И я решила взять, померить. Потому что я очень давно не ношу на самом деле брюки. Либо платья, либо спортивные какие-то брюки. Либо джинсы. А тут прям вот Палаццо. Вы понимаете, что это такое? Это широкие брюки. Прям широкие-широкие. Тоненькие, летние. То есть ткань такая. Прям вот тонкая-тонкая. Видно, да? Вот эта веревочка, она для красоты. Я их уже поносила. Поэтому ни этикетов, ни бирг, ничего нет. Показываю вам после. Прям очень не терпелась. Камера немножко врет. Это цвет бордо. Камера почему-то его делает в розовый. Не знаю почему. У меня в 56 размере. Я заказывала 54 и 56. Мне важно было, чтобы вот тут вверху, да, в районе бедер, они были не в обтяжку, чтобы все было свободно. Поэтому мой размер 52-54 сейчас. Я брала 54, 56. Много расцветок. Но вот бордовые были только в 56. Я почему-то заказала. Серые заказывала, черные. Еще какие-то, в общем, все померила. Решила ставить бордо. Очень классно сели. Очень классно. В обтяг не берите. Чтобы в районе вот верха ног, скажем так, культурно, и бедер не надо. Во-первых, почему? Потому что они тоненькие. Здесь есть карманы небольшие. Будет белье выделяться. То есть, если возьмете прямо в обтяг, ну, во-первых, они так не носятся. Это будет некрасиво. А во-вторых, будет выделяться белье. То есть, сзади на попе будет видно, если носить с какой-то короткой кофты. Я два образа себе так более-менее подобрала. А фоточки здесь где-нибудь. Попку я прикреплю, когда мерила. Брючки один раз даже в ПВ. Вот. Что хочу сказать. Они крутейшие. Но по длине. У меня метр шестьдесят девять рост. Мне нормально. Мне нормально. Я сначала думала подшить. Нет, нормально. Тут можно обыграть с помощью резинки. Ну, то есть, повыше пояс поднять, пониже. Резинка тут такая вот прошитая. И мне нормально. Если рост ниже, однозначно придется подшивать. Это даже как бы не обсуждается. Очень девчонки красивые. Струящиеся. Стройнят. Удлиняют силуэт. Но кто со мной в Телеграм, тот уже видел. Я выкладывала там образы с этими брючками. И писала, что конкретно понравилось. Прям целый пост. Стройнят. В дзен тоже выкладывала уже. Вытягивают силуэт. Очень круто смотрится. Вот прям очень-очень круто рекомендую на лето. Дышащие, легкие, свободные, тоненькие. Прям, ну, вообще красота. Такой вот поясочек. Я уже ходила в них. Я уже заценила. Удобство. Все. Вот. Единственное, что по ростовочке. По ростовочке они могут быть длинноватые. У меня нормально даже. Внизу запылились. Так вот они подшиты. Можно будет подшить. Или с каблучком носить. Ну, в общем, брюки крутейшие. Фоточки в них вам поставлю. Купочка Wildberries. И это у нас с вами аромадиффузор. Очень классный. Бюджетный. Но с огромным количеством хороших отзывов. Персик. Давайте скорее открывать. Честно, аромат уже был слышен, когда я сняла пленку. И как здорово, что он приходит в коробке. То есть он не разольется. Никто его не разобьет при транспортировке. Это очень здорово. Внутри вот такая вот коробочка. Вот такая красота. Баренд. Смотрите, как презентабельно. Прямо вот на подарочек. Кому-нибудь супер. Просто супер. Так. Рекомендации по использованию. Кстати, чтобы аромадиффузор прослужил дольше. Его действительно нужно дольше. И насыщеннее был аромат. Его нужно действительно использовать определенным способом. Нужно периодически, во-первых, переворачивать палочки. Об этом не забывать. Каждые 3-5 дней переворачивать. Тут даже один-два раза в сутки. Раз в день, раз в два дня. Ставить флакон, где циркуляция воздуха достаточная. То есть не в угол комнаты мы ставим. А туда, где действительно есть циркуляция воздуха. Чтобы аромат витал по комнате и даже по всей квартире. Дайте пропитаться палочком. Влажный спертый воздух не способствует раскрытию распространения аромата. На самом деле у меня уже на всю кухню аромат. Невероятно крутой аромат персика. Я прям стою и наслаждаюсь. Что хотела еще отметить. Здесь 100 миллилитров. Это вообще шикарно. Это шикарно и просто замечательно. Площадь покрытия до 30 квадратных метров. Эффективность аромата до 8 недель. То есть 2 месяца, грубо говоря. Боже, девочки, как это вкусно. Это персик с какой-то еще крутой парфюмерной дужкой. Он настолько красиво звучит. Настолько вкусно, сочно по-летнему. Я прям не могу. Смотрите, как приходит он запакован. То есть при транспортировке вообще не разольется. Флакончик очень лаконичный. Подойдет под любой интерьер. Вот такие у нас белые палочки в комплекте. Их 5 штук. Опять же, хотите сильно насыщенный аромат, вставляете 5 штук. Хотите поменьше, вставляете поменьше. Я, наверное, 3 штук вставлю, скорее всего. Потому что планирую поставить в детскую. Покажу вам. Там комната явно не 30 квадратных метров. И 3 палочки будет достаточно, чтобы аромат раскрывался ярко и сочно в этом помещении. Так, сейчас откроем с вами вот эту, снимем пломбу. Открыла, вставила 3 палочки. Аромат, девчонки, очень яркий. Очень яркий, очень вкусный персик. Вот прям невероятный. Слушайте, я еще себе возьму обязательно для ванной комнаты. Очень хочется поставить. Вот у меня уже, я только вставила палочки, вся кухня благоухает этим персиком. И на кухню тоже такой хочу. Очень яркий аромат, очень вкусный. Поставила в детскую, ушла делать свои дела. Через минут 15 захожу. А здесь такой аромат стоит, девчонки. Еще открыто окно. То есть, вот как раз я поставила, где хороший такой сквознячок. И он не только в детский аромат, но и в зале. Действительно, покрытие по квадратным метрам просто шикарное. Я безумно довольна. Мне очень нравится. Я однозначно буду брать. Еще и вам рекомендую. Кстати, у бренда Aroma Natur очень много других ароматов. Прямо от души рекомендую. Вписывается в интерьер. Тоже классно. Покупочки Яндекс.Маркет. Такой коробочке интересной. И Азот. Взяла впервые попробовать пурину ван. Именно вот такую вот с спирулиной. Со спирулиной в составе природная защита. Это беру первый раз, надеюсь, есть будет. Сокращает углеродный след. Природа здоровья с курицей для взрослых кошек. 600 грамм. На Азоне была самая адекватная цена на этот корм. Мне интересно глянуть состав рекомендации по кормлению. Так, вот он он. Вот он состав. У нас получается курица 17%. Ячмень, растительный кукуруз, животные жиры. Где спирулин? Трожа, спирулина 0,2%. В общем, немножечко ее тут. Интересно. Я знаю, у некоторых прям кошки-коты очень любят спирулину. Вот у меня вот Анюшка, у моей консультанта, у нее кошка вообще едет спирулину Хоберлик. Она ее только открывает, она держит. Ест, как бы, ну и хорошо, надо своему коту попробовать тоже подавать ее в чистом виде. Так, вот такой корм. И Яндекс.Маркет. В коробочке пришло средство детское. Лапочка, средство для подмывания. Вот такое 250 миллилитров. На Яндекс.Маркете тоже была самая адекватная цена. 0+. У них перевыпуск. Вот такая вот упаковочка, теперь белая в синим. И это гипоаллергенные средства, которые подходят для астматиков и атопиков. Очень люблю этот бренд. Давно не брала. Вот решила повторить. У кого детки страдают аллергическими какими-то реакциями, вот эту серию прям очень рекомендую. Еще у них обалденный крем. Ты уже заказала, сейчас жду. Скоро придет. Крем как эмолент, но цена вопроса меньше 200 рублей. И он реально работает в этом направлении. Вся серия, в принципе, в этом направлении работает отличие. Есть бочка в адрес. Кто-то из девчонок скидывал в чат и телеграмм. Вот такие вот серьги с цирконом. Это бижутерий. Цена вопроса около 170 рублей или еще меньше. Сто с небольшим. Серьги камень белый. Прям с цирконом, конечно, я не знаю. За такие деньги. У меня вообще аллергическая реакция на бижутерию. Но рассказываю вам лайфхак. Уже делилась им. У кого тоже ушки не воспринимают бижутерию, но очень хочется. Мы просто прозрачным лаком покрываем дужки, которые вставляем в ушки. Сейчас открою, покажу. Ждем высыхания и носим с удовольствием никакой аллергической реакции. За счет вот этого окисления металл плюс ухо не будет. Положили подарок. Вот такую вот красную веревочку с божьей коровкой. Прикольно. Вообще такие деньги еще и подарки кладут. Озорная королева. Завидуйте, мои подружки. Не, ну ничего себе, да потратились. Какая же себестоимость у этих серег? 10 рублей. Вот такие вот прикольные сережки. 925-я проба серебра. Короче, это вообще, ну прям смешная цена девчонок. Покрыты, да, у них, по-моему, серебряное покрытие. Слушайте, Корея. 925-я проба серебра на пыление. Вообще за такие копейки, что я ухватила? Обалдеть. Тамок, правда, туговатый. Еле одну сережку открыла. Вот так они выглядят. Смотрите, какая красота. Прям камешки, камешки. Замочек вот такой достаточно тугой. Он до щелчка. Так. Оп. Туда прям до щелчка вставляется. Вот в эту штучку. Вот оно. Вот он. Ну а так, в целом, что хочу сказать, симпатюшные такие сережки. Все мерцает. Красота. Сейчас одену, покажу. Даже если у них напыление действительно серебряное, даже пока не буду покрывать лаком, посмотрю, будут ли уши реагировать или нет. Тоже серебро. Мои уши принимают. Симпатюшные. Ну, смотрим. Слушайте, красиво смотрится. Прям такие переливашечки, сияшечки. Мне нравится. Красиво. Прям здорово. Свежо так. Симпатично. За такие деньги. С подарками еще. Вообще красота. Красивые сережки прям. Буду носить. Буду носить, смотреть, отреагирует уж или нет. Если отреагирует, тогда покрою уже прозрачным лаком. Держи. Что хочу сказать. Коту понравилось очень. Кушай, кушай. Подожди, Крис. Это не первый раз я ему уже насыпаю. Первый раз он съел две тарелки за раз. Поэтому я еще возьму, пока акция есть. Пока стоит так достаточно дешево. Ему очень понравилось. Так что, Максик, ты любишь спирулину, да? Он прям первый раз я насыпала тарелку. Он подбежал. Как начал есть, он съел всю тарелку. Я насыпала вторую, он съел вторую. Так что, короче, девчонки. Прям зашел корм. Да, Максик? Милый, конечно, зашел. Кушай, кушай, кушай. На этом все. Все ссылочки, как всегда, в описании. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok